Всем привет! Сегодня решил порадовать себя и вас очень классным рецептом. Это будет немецкая картофельная колбаса. Но друзья, эта колбаса только называется картофельной. На самом деле картофеля там всего 30 процентов, остальное свинина. Какую часть свинины брать? В оригинальном немецком рецепте рекомендуется взять корейку, ну где-то 50 на 50 жирности такой. Мне это показалось жирновато, поэтому я решил сделать так, чтобы у меня было где-то 30 процентов жира и 70 процентов мяса. Это будет лучше. Какую часть можно взять? Можно взять окорок, можно взять лопатку. Нам понадобится картофель 600 грамм, предварительно очищенный и отваренный, обжаренный до желто-золотистого цвета репчатый лук, 1 килограмм 400 грамм мяса свинины, нам понадобится также 15 грамм нитритной соли, 25 грамм соли поваренной и смесь черного и душистого молотых перцев. Набивать колбасу я буду в коллагенную оболочку диаметром 40 миллиметров. Это кольцевая оболочка, то есть оболочка, которая в общем-то идеально подходит для изготовления краковской колбасы, суджука, ливерной колбасы, украинской жареной колбасы, ну то есть любой колбасы, которые имеют не прямую форму батона, а изогнутую. Именно эту оболочку я решил взять и для изготовления картофельной колбасы. Сам процесс изготовления этой колбасы достаточно простой. Для начала мы пропускаем мясо через мясорубку с решеткой диаметром 2-3 миллиметра, мясо и отваренный картофель, а затем замешиваем фарш, добавляя соль, добавляя перец и добавляя жареный лук. После этого набиваем оболочки и варим. Варить нужно при температуре 80 градусов до готовности. Что значит до готовности? Это значит до достижения температуры 71 градус в толще батона. Прежде чем мы начнем фарш уже перемешивать хорошо со специями, нам необходимо, чтобы фарш немного остыл. Поэтому я, например, положил сюда лук и сейчас все это закрою пищевой пленкой и уберу в морозилку на некоторое время, чтобы фарш остыл. Пока мясо остывает в холодильнике, отвечу на один вопрос, который часто волнует людей, которые начинают делать колбасу в домашних условиях. Нужно ли замачивать коллагеновую оболочку? Дело в том, что есть оболочки коллагеновые, которые нужно замачивать. Есть оболочки, которые замачивать не надо. Смотрите, что написано на упаковке вашей коллагеновой оболочки. Эту оболочку кольцевую, съедобную, замачивать не надо. Фарш остыл, ну и сейчас нам необходимо его хорошенечко замесить. Я беру ледяную воду, размешиваю, перемешиваю соль. Сюда же добавим перец, чтобы он немножечко взял в себя воды. Месить фарш можно вручную, можно при помощи какого-нибудь технического устройства. Я буду использовать планетарный миксер. Я буду набивать через шприц. Такие вот мягкие фарши, конечно, удобнее при помощи шприца набивать. Ну вот, посмотрите, что у меня получилось. Вот такие вот замечательные колбаски. Сейчас будем варить. Варим колбасы при температуре 80 градусов, то есть вода не должна кипеть. Сколько времени варить? Как я уже говорил, до достижения температуры 71 градус в толще продукта, то есть внутри батона. Если же нет термометра со щупом, как определить время? Время определяется следующим образом. Один час на один килограмм. Поскольку у меня батончики по 250 грамм, соответственно, варим 15 минут. Но 15 минут после того, как температура воды достигнет 80 градусов. Потому что сейчас у меня температура около 90. Когда я загружу батон, температура немного упадет. Ну вот, колбаски готовы. В сущности, можно дать им немножечко остыть и есть их прямо сейчас. Но я их решил сделать себе на ужин. Я их слегка обжарю. Ну что ж, подошло время ужина. И сейчас эти колбаски картофельные я пожарю на гриле. Здесь картофель, мясо. Осталось только овощи, салатик какой-нибудь сделать. И с домашним хлебушком будет очень вкусно. Так, смазал поверхность. Оп, колбаска. Ну что вы скажете, друзья, по поводу вот такого замечательного ужина. Отрезаем нашу картофельную колбаску. Хотя, на самом деле, вы сами знаете, что здесь картофеля всего 30%, а 70% здесь расчудесного мяса. Оболочка, напомню вам, съедобная. Поэтому мы можем просто брать и есть. Вы только полюбуйтесь, какая сочная колбаска получилась. Ну что ж, приятного аппетита. Ну что ж, друзья, колбаса получилась просто фантастическая. Ничего подобного я в своей жизни еще не ел. Но теперь я знаю, что это очень классный рецепт. Я вам его рекомендую. Пока-пока. До новых встреч. Живите вкусно. Готовьте вкусно. И пусть у вас все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok